Открытие реабилитационного корпуса – день особый в жизни Института береговой охраны ФСБ России. Здание было построено благодаря государственной программе развития системы профобразования российских спецслужб. Также по данной программе будут реконструированы и другие объекты. Уже отремонтирована котельная и столовая. Новый реабилитационный корпус предназначен для лечебно-профилактических мероприятий с курсантами, слушателями, сотрудниками института и членами их семей, а также ветеранами органов безопасности. Уважаемые наши врачи, медсестры, я бы очень хотел, чтобы новое здание, которое мы сегодня откроем торжественно, приносило вам радость, радость работы, воодушевляло вас на новые и новые совершения в имя здоровья нас, военнослужащих, ветеранов, членов наших семей. С пожеланиями удачи и успеха в труде начальнику поликлиники был вручен символический ключ. По звуке духового оркестра традиционно была перерезана красная лента. Гостей пригласили осмотреть здание. В светлые коридоры, в близной сияет потолок, а в кабинетах новейшее оборудование. Рабочий день будет проходить здесь в две смены. У нас в поликлинике работают такие узкие специалисты, как терапевты, дерматологи, хирурги, стоматологи, педиатр, гинеколог, окулист, лор-врач. То есть все специалисты необходимы для оказания специализированной медицинской помощи всем нашим военнослужащим, членам их семей и всему контингенту, который прикреплен на обслуживание у нас. Уже поступило оборудование для кабинета окулиста. Со дня на день ожидают новый рентген-аппарат. Помимо врачебной помощи здесь можно будет пройти различные медкомиссии. При устройстве на работу, при продолжении военной службы, при переезде к новому месту службы. Также проходят медицинскую комиссию здесь детки наших сотрудников и военнослужащих, при устройстве в детские садики, при оформлении в школу. Новым реабилитационным корпусом очень довольны и ветераны военной службы. Пенсионер любой, и военный, и гражданский, когда находится на пенсии, если о нем заботится государство, это главное. Поэтому мы очень благодарны нашему правительству, прежде всего. Мы очень благодарны финансовой безопасности, что для нас построили вот такую хорошую поликлинику. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа-Регион.